добрый день всем моим подписчикам а также тех кто интересуется ремонтом автомобиля и смотрит мой видеоканал сегодняшнем видео обзоре будет показано замена подшипника задней скупицы на автомобиле бмв кузова е90 добавлю что на очень многих моделях бмв принцип работы по замену подшипника одинаков так что посмотрев это видео вы будете иметь представление как нужно заменить этот самый подшипник и так вот я показываю крепежи внутренней гранаты как он крепится к заднему мосту и как и его нужно отсоединить кстати мы заменяем подшипник левой стороны здесь мешает нам глушитель если будете менять с правой стороны то работа довольно таки упрощается ввиду того что там глушитель не мешает и так вот я еще показываю суппорт который мы должны снимать для замены этого подшипника принципе можно снять по отдельности суппорт потом скобу однако можно просто снять полностью сборе скобу вместе суппорта теперь вот видите я немножко отгоняем назад крепеж гайки гранаты чтобы его открутить а также снимаем крепежи глушителя в некоторых местах нужно снять кронштейну то есть удобнее снять кронштейну а некоторых местах саму резину которым крепится глушитель к кузову вот мы открутили сняли гайку кстати он многогранник под номер 30 30 миллиметров часто эти гайки закипают и очень трудно бывает их откручивать так что нужно их подогревать в таком случае вот сейчас я снял среднюю кронштейну которым глушитель крепится к кузову после этого когда глушитель немножко опустился можем открутить болты которым крепится внутренняя граната к мосту заднему мосту этих болтов шесть они под звездочку е-12 хорошо очищайте концы этих болтов шесть они под звездочку е-12 хорошо очищайте концы этих болтов и в чтобы легко было откручивать и не срезалась вот эти концы болтов до изголовки болтов потом будет очень трудно их откручивать вот теперь мы снимаем внутреннюю гранату кстати ни в коем случае не питайте сначала снять наружную гранату который крепится к ступице и после этого уже снять внутреннюю гранату внутреннюю гранату потому что у вас ничего не получится сначала нужно не трогая переднюю гранату вот снять и отсоединить от моста внутреннюю гранату теперь нужно снять вот эту планку который держит глушитель для страховки и также сзади есть пластмассовый защитник конце конец глушителя идет к нему и тоже мешает чтобы полностью глушитель опустился снимаем вот этот защитник пластмассовый там несколько болтов под номер десять и вот когда уже полностью глушитель опустился начинаем снимать то есть выталкивать леднюю гранату из ступице и снять вот этот полос вместе с гранатами вот когда уже снят этот полуось или шарнир кто как называет теперь подходим к следующему этапу работы вот мы открутили два болта под номер шестнадцать и вместе с значит скобой снимаем суппорт немножко конечно нужно отодвигать колодки после снятия этого суппорта уже нужно снять тарелку тарелка крепится к ступице специальный болт под номер шесть шестигранник мы этот болт уже сняли теперь нужно вот снять тарелку перед этим мы покрутили немножко вот уже свободно крутится ступица и слышен такой характерный шум шум подшипника то есть неисправного подшипника теперь два-три точного удара молотка и тарелку мы снимаем если он не снимается значит его держат колодки ручника нужно немножко отодвигать их назад вот там есть специальные такие шлицы сверху вот даже после снятия тарелки тормозной вот вы видите звук такой отчетливо показывает что нужно менять подшипник он полностью вышел из строя что нужно делать для этого вот есть специальный съемник я изготовил его сам как вы видите он крепится болтами к основной ступице и вот специальный такой инъекционный съемник где-то 10 килограммов вот деталь который выталкивает наружу ступицу из подшипника кстати нужно обязательно держать натяг чтобы легче было вот снять ступицу без натяга довольно таки трудно будет как это нужно делать просто скажем с помощью монтировки или большой отвертки вот делаем натяг и два-три раза удар и все ступица вышел из подшипника конечно на ступите остался конец подшипника обойма которую мы должны снять как это делать я чуть позже покажу теперь вот видите внутри ступицы то есть кулака извините сидит подшипника держится вот специальной скобой нужно его немножко нажать и вот с помощью отверток конечно эту работу легче делать вдвоем один нажимает второй засовывает отвертку и вот осторожно берегите лицо и глаза иногда вот это кольцо выпрыгивает при снятии вот сняли стопорное кольцо и вот остался снять сам подшипник из кулака если комплекте нету этого стопорного кольца спокойно можете использовать старый ничего такого неординарного не случится теперь вот как видите я ставлю съемник внутренний диаметр стакана должно совпадать то есть быть чуть больше чем сам диаметр наружный диаметр подшипника сзади держим болт чтобы не крутился и начинаем затягивать гайку постепенно подшипник вот заходит внутрь стакана то есть выходит из кулака заднего кулака вот он полностью вышел в принципе половину работу мы сделали сняли подшипник осталось ставить новый на свое место достаем старый подшипник он нам пригодится при установке вот этот старый подшипник теперь как я уже сказал нужно снять старую обойму от ступицы конечно есть разные методы даже некоторые срезают болгаркой но этот метод я не рекомендую потому что обязательно будет канавка на посадочном месте ступицы я просто немножко отогнал вот как вы видели обойму чтобы съемник поместился вот сзади и спокойно вот с помощью этого съемника снимаем эту обойму который мы тоже не выкидываем он пригодится при установке нового подшипника есть конечно спец съемники которые которые которым можно вот снять эту обойму даже есть с подогревом ну это так сказать средний вариант вот этот съемник который я показываю в принципе есть большинство значит автолюбителей так теперь вот настала так очередь установки нового подшипника обязательно как видите я впереди нового подшипника ставлю старый делаю это для того чтобы подшипника зашел полностью в кулак еще там старый должен немножко зайти где-то миллиметров пять ну подобрать точного размера такого деталь довольно таки трудно под рукой может не найтись так что старый подшипник самое то кстати не бойтесь что застрянет внутри кулака он не застрянет он легко значит после установки нового подшипника выйдет из своего места еще один немаловажный момент ну это я скажу после того как покажу установку ступицы внутрь подшипника вот видите мы установили новый подшипник теперь обязательно не забудьте ставить скобу после установки он должен спокойно крутиться внутрь внутри кулака этим вы убедитесь что он полностью сел вот теперь мы устанавливаем ступицу вот видите я обойму старую сзади поставил на обойму нового подшипника это нужно делать обязательно потому что когда вы делаете пресс ступицы внутрь подшипника если не держать вот вторую обойму нового подшипника ступица просто вытолкнуть его наружу тем самым испортив новый подшипник так что обязательно когда вы оставите ступицу нужно вот держать заднюю обойму нового подшипника чем-то скажем похожим по размеру обойму нового подшипника ну в принципе немножко так сказать скаламбур получился но думаю те которые занимаются этим делом не поймут вот нужно держать вот внутреннюю обойму нового подшипника так чтобы ступица при установке не вытолкнули его наружу вот мы уже полностью поставили ступицу на свое место и в принципе можно считать что работа уже почти закончена здесь нам осталось поставить тормозную тарелку ставить суппорт вместе с колодками вот видите новый подшипник во первых туго крутится это говорит о новизне подшипника также нет никакого шума и звука после того как вы обязательно в порядке хорошо очистите шлицы передней гранаты а также ступицы ставите вот внутрь ступицы затягивайте болты которым крепится внутренняя граната к мосту вот тот болт о котором я говорил в начале видео который держится тормозная тарелка к ступице затягивая внутреннюю гайку гранаты и в принципе можно считать работу закончена спасибо всем за просмотр всем желаю удачи и безопасной езды пока